Всем привет, с вами Дэн и сегодня новый бренд с Алиэкспресс Nord Edge Не так давно он появился и давайте смотреть По крайней мере по картинкам мне показалось, что это какой-то конкурент Xiaomi Sega Design Ну что ж, давайте смотреть Эти часы подешевле, чем Xiaomi Sega Design И необычно упакованы, вот с такой вот штукенцией Так, здесь у нас гарантия, кстати, даже не заполнена SpaceX называется, в честь Илона Маска, наверное Но на самом деле на сайте заявляется, что в честь космических капсул, разнообразных кораблей и так далее Ну, короче, такой современного плана дизайн Частично скелетонированные часы Давайте смотреть, что у нас по факту Они очень-очень массивные Так, здесь у нас пленочка Немножко, знаете, вот сейчас современное такое, ну, в каком-то плане засилие небольших часов И уже немножко иногда отвыкаешь от размеров, от впечатлений Здесь такой прям хороший, добрый брусок Причем, о, вот что мне нравится Мне нравятся здесь сразу две вещи Первое, это то, что корпус изогнут и стекло изогнуто, видите, да? А второе, вот эти просверленные ушки необычного дизайна Обычно, когда подобного плана уши делают, то отделка не очень приятная Но здесь, по крайней мере, вот то, что невооруженным глазом, достаточно все неплохо сделано И вообще такой корпус многоуровневый, граненый Действительно что-то есть, может быть, да, от каких-то там Ну, если не космических кораблей Так, здесь у нас тоже пленка Если не космических кораблей, то каких-то таких футуристичных конструкций Вот современные станки с ЧПУ, конечно, позволяют делать, ну, совсем невероятные вещи За весьма и весьма адекватные деньги И эти часы стоят примерно 12 тысяч рублей на Алиэкспресс Ну, понятно, что там могут быть Цены немножко отличаться Ну, то есть это плюс-минус где-то 160 долларов, да Водозащита здесь 100 метров Имеется люминофор на метках и стрелках 316L сталь Внутри механизм Сигал СТ-2551 21600 полуколебаний в час 25 камней 48 часов запас хода Так, здесь имеется, да, имеется стоп-секунда И односторонний подзавод здесь С автоподзаводом часы Вот, кстати говоря, можно здесь все рассмотреть Скелетонированный Ну, кстати, если сравнивать с базами там NH-35 или Miota 82 серии То здесь вполне себе приятная даже отделочка И я хочу сказать, что она даже и по китайским стандартам достаточно приятная В принципе, этот механизм вполне себе надежный и хороший Разумеется, если это там первая градация от Сигал, да То тогда с ним проблем никаких не будет И здесь минеральное стекло, ну, изогнутое, да Сапфир здесь не подобрали И это достаточно дорого бы стоило Вот, плюс каучуковый у нас ремешочек Давайте посмотрим, наверное, по размерам Мне прямо интересно, насколько они крупные, высокие и так далее 46 у нас, да И здесь, наверное, тоже А нет, здесь 43 А вот от ушка до ушка будет явно длиннее 52,6 И высота 15,7 Крупные часы Но, в принципе, я бы не сказал, что здесь длинное расстояние между ушами, да И поэтому на мое запястье 18,5 В принципе, оно садится Если нравится вот такой вот оверсайз Ну, к тому же здесь не просто оверсайз А здесь, ну, такого плана часы, да Это вот часы, которые должны притягивать внимание, да Это некий китч Под определенный стиль Поэтому здесь большой размер, в принципе, вполне себе окей Ну, если у вас большое запястье, то еще лучше С считаемостью здесь, конечно же Огроменные проблемы Тут, может быть, даже сразу не заметишь, что стрелки есть А они есть Сейчас вот у нас без 15,4 Ну, тут чуть-то без, там, 14,4 Вот Да, такой себе Вариант Для часов, в которых нужно сначала привыкнуть Определять время Или вообще не определять Потому что, ну, тут Непонятно Вот, но при этом здесь интересно сделан циферблат Во-первых, это частичное скелетонирование Ну, немножко оно, может быть, пародирует в какой-то мере Сами знаете кого Вот, потому что здесь у нас, получается, две накладки Здесь, соответственно, мы видим немножечко от механизма скелетонированного Дальше мы видим, как бы, базовый циферблат из алюминия, наверное, да Вот, с такой вот с сатинированием светлый И поверх него есть еще одна такая же планка Тоже частично скелетонированная И получается двухсветная То есть, это не краска, да, черная по белому Это именно две такие вот, здесь два циферблата, как бы, да Получается у нас сэндвич И сверху еще идут метки точки И сверху идут цифры Все это такое рельефное, выпуклое Поэтому в этом плане, вот, если нравится, да Именно вот такая стилистика часов Или хочется попробовать такую стилистику часов Ну, начиная там даже от Seven Fridays Которые, наверное, не совсем здесь подходят Но больше вот здесь параллельно именно идут Sega Design Который много, кстати, наград европейских за дизайн получил Здесь в некотором плане даже дальнейшее развитие Потому что мне, например, нравится, как здесь реализован корпус Очень сложный корпус Смотрите, сколько здесь граней Потом вот эти какие-то выемки Здесь у нас винты идут С боковой части ушки просверлены аж в трех плоскостях Ну, реально круто сделано В некотором роде это даже какая-то демонстрация Современных возможностей станков с ЧПУ И, в принципе, что можно сделать за примерно 160 долларов Да, в принципе, можно сделать почти все Круто Что касается веса То все это удовольствие весит 142 грамм Ну, в принципе, это немного Потому что ремешок здесь не тяжелый, сами понимаете Засюжка достаточно простая Не брендированная Ремешок тоже не брендированный В общем, все усилия ушли именно на сам Сам вот этот массивный корпус И как мне кажется Да, безусловно, я понимаю, что будет много комментариев Что читать невозможно Что размер крупный Но нужно понимать, что есть разные сегменты часов Есть разные фанаты часов И, безусловно, есть фанаты крупных часов И вот такого плана моделей Кстати, сейчас вот пока смотрел Еще увидел вот эту интересную Разметку минутную По боковой части ранта Она немножко скошенная Поэтому еще добавляет вот эти грани Рельефа, размеров Слушайте, а реально интересно сделано Вот если их рассматривать Именно как вот некий такой китч Или как фэшн-часы То просто-просто-просто превосходный экземпляр Ну что ж, давайте посмотрим их поближе Так, как я вам и обещал Здесь вот он у нас получается сэндвич Вот они, стрелки, да Теперь вы видите, сколько время И мы видим даже частички механизма Которые вполне себе приятно выглядят, между прочим Ну и в целом, кстати говоря Вполне себе приемлемые качества отделки Несмотря на суперсложнейший Невероятно сложный циферблат Понятно, что когда берешься за похожий дизайн Вот настолько сложный Настолько требующий больших денег Кажется, что нужно брать что-то реально дорогое Но если вы посмотрите макро-видео Легендарных, легендарной марки Ну, легендарный, естественно, в кавычках Ришар Миль, да Посмотрите, макро есть Вот я оставлял в Телеграме ссылку На немецкий канал Где показывали всю эту красоту Опять же, в кавычках Да, ужасная отделка За эти деньги Сюда же Кустас Сюда же Убло Хотя они немножко получше сделаны Чем Ришар Миль Но тем не менее, да Поэтому Если вы хотите того же Высочайшего качества отделки От часов за 150 долларов То, как говорится, извините Вернитесь на Землю Вот Здесь, в принципе, по корпусу Все достаточно приятно Опять же, это не какой-то Космический, да Уровень отделки Не SpaceX никакой Вот, но вполне себе Вполне себе Чтобы смотреть на них Невооруженным глазом Здесь очень даже Все приятно Никаких прям там Резкостей Кривизны Ничего такого Я здесь не наблюдаю Вот И даже более-менее Приятно отделал механизм Опять же Вспоминаем Как отделывают Miota Как отделывают Seiko И даже 4R И 6R Все там Смотреть противно Да Здесь Даже немножечко получше Вот Итого Получаем вот такие Необычные часы Опять-таки Понятно, что Каждые часы Не для всех Но эти прям Совсем-совсем Не для всех Но я думаю, что Свою нишу они найдут Сделаны интересно И в чем-то они Поинтереснее даже Моделей Seiko Design Особенно последнего года У меня на этом все Всем пока С вами был Дэн Увидимся